друзья всем привет недавно вышла новая карта гоблинский бур ее можно было открыть в испытании которые буквально позавчера вышло испытание с выбором карт и сразу скажу что эта карта реально имбовая я уверен что те кто и поиграл согласятся со мной и я более того уверен что ее скоро за нерфят изменит ее и поэтому до того как это произошло крайне рекомендую попробуйте поиграть в нынешнем виде ну а для того чтобы вам было это комфортно делать я конечно же покажу вам лучшие колоды на данный момент с новой карты но до того как мы перейдем главный тем теме этого видео ребят на правах на правах рекламы хотелось бы сказать что в моем основном клане шок 2 сейчас не хватает участников 23 свободных места требования для входа в клан на ваших экранах поэтому если вы соответствуете этим требованиям если вы готовы играть активно в клановых войнах это главное требование к вновь вступающим участникам то милости просим всех примем в клане кто соответствует опять же требованиям ну а сейчас переходим к основной теме видеоролика для начала конечно же хочу вам показать на цифрах почему гоблинский бур имба как вы знаете друзья обычно в каждом игровом режиме статистика карт не превышает 10 15 процентов частота использования имею ввиду но в данном случае сразу же после выхода обратите внимание на цифры популярности новой картишки при этом хорошо ладно карта популярная только вышла но ребят винрейт винрейт это что-то тоже запредельное везде выше 50 процентов невероятно популярная невероятно эффективная карта которая сильно не только в атаке но и в защите поэтому опять же крайне рекомендую пройти испытание как минимум до 6 этапа получить гоблинский бур и сразу составить с ним колоду и ну и собственно ринуться в бой в глобал чтобы всех обыгрывать при помощи новой карты ну а если вам не хочется придумывать собственную колоду с новой картой то специально для вас я подготовил статистику с лучшими колодами на данный момент с использованием гоблинского бура для начала вот такая колода со средней стоимостью 2,9 единиц эликсира достаточно быстрый цикл ну и здесь у нас очень защитная колодов который в атаку используется только гоблинский бур в крайнем случае он может использоваться и защиту и давайте попробуем ей поиграть так интересно ник у моего противника но я не думаю что это и что она играет против меня я думаю у нее и так дел по горло если вы понимаете о чем я так ну что ж давайте скинем бревно для начала посмотрим что там дышит ли мой противник потому что ну собственно что-то признаков жизни не выдает он пока давайте гоблинский бур зашлем сразу же варваров на поле боя выставляет мой оппонент пэр болом это country ну и теперь гоблины раздирают там все нутро правой вышки опять же гоблинский бур который не смог законтрить мой противник пятью единицами эликсира благодаря тому что фаербол поддержку во время закинул непонятная пока у него колода для меня здесь мы явно будем пробовать спасать свою огненную лучницу максимально ее надо будет поддерживать в этой игре и можно уже засылать по левой стороне гоблинский бур потому что артишка медленная вот она не успевает сейчас даже во время появится поэтому я подстраховываю свою огненную лучницу скелетиками ну и ребят нет громовержцы здесь по моему недостаточно от моего противника и неудачно он еще и шахтера и раз такой ситуации нужно было его наверное на заднюю грань отправлять они так как он только что это сделал что-то я не запоминаю картишки мне кажется сейчас будет сложно из-за того что я нифига не запоминаю но пока у моего противника я видел только шахтер в атаку так у него есть еще варвары кстати возможно гоблинский буру он будет дефать именно варварами что посмотрим так скелетики успею не успеваю до варварами надо было предикт кидать но я побоялся но он все равно еще разряд отдал в общем то все равно все мне все неплохо достаточно на данный момент шахтера скорее всего сейчас будет в атаку засылать по левой стороне поэтому нет нет ни шахтера ничего си он еще играет и с богом и шахтером ничего си сразу гоблинский бур в атаку опять же потому что очень медленная карта туда на этот раз огненный шар закинуя в мушкета огненная лучница его добить должна нет не добивает но очень быстро у нас цикл поэтому спокойно докручиваюсь я до еще одной теслы ну и собственно сила колоды ребят на ваших экранах давайте валькирию все-таки выставлю для того чтобы побыстрее избавиться от шахтера а то он не что-то урон наносит неприятный ну и зря он так высоко конечно выставил мушкетера пойдет сейчас в атаку с хогом нет не пойдет вот сейчас идет ладно мы к этому готовы пока пока прикрываем свою огненную лучницу терпим ну и сейчас у нас все это окупится потому что очень много эликсира мой противник только что потратил гоблинский бур в атаку фаербол заранее и собственно это должна быть победа до им булечка тащит но на этот раз кстати мой противник-то барбарской бочкой законтрил гоблинский бур не дал добить переключается он в другую сторону по другой стороне в атаку но у меня контра у меня очень быстрая колода во-первых во вторых у меня имбовая карта мой противник ее не использует поэтому легкая победа следующая колода у нас потяжелее эта колода с големом и в этой деке у нас гоблинский бур может работать как защите как здание так и в атаке когда голем принимает весь основной урон новая карта будет очень напрягать нашего противника винрей данной колоды 57,4 процента это за последние три дня так ничего себе сразу же кинул гоблина с дротиками но здесь я уже не не успевал поэтому ничего страшного неприятность эту мы переживем как говорится активировать скорее всего главное здание не получится потому что у меня уже темный принц на поле боя не получилось неплохо больше ничего не выставляю пока дам темному принцу там разбежаться на рыцаря да он натыкается не хочется подставляться под ракету поэтому таким образом действую ну и гоблинский бур против собственно принцесски неудачно мой противник кстати здесь очень действует прям очень удачно но ребят я давно не играл на этом аккаунте поэтому не удивляйтесь что у меня такие оппоненты вот так вот просто отдают мне левую вышку чё поделаешь колода у меня достаточно тяжелая противник только что очень много эликсира потратил но и собственно я могу поэтому начинать атаку с големом ой как зря он так действует просто 6 единиц эликсира законтрил тремя но вот сейчас проблемка есть у него там адская башня или что у него за защитное здание адская башня поэтому электро дракон который был в принципе на готове и до преодолеваем адскую башню противника нет больше эликсира засылаем к гоблину с дротиками наших гоблинский бур добавляем подрывника ну и это победа ребят эта победа причем на три коронки причем вот так вот сразу по ходу и давайте дровосека хоть используем в этой игре ну вы сами можете потестировать эту колоду в моих руках она вот сейчас развалила мы переходим к следующей деке на этот раз это спеллбейт с принцем в котором вместо гоблинской бочки догадайтесь какую взяли карту средняя стоимость данной колоды 3,9 единиц эликсира за последние три дня сыграно почти 850 игр и это в топе 1000 global win rate почти 60 процентов итак ребят спеллбейт с принцем которым вместо гоблинской бочки гоблинский бур давайте посмотрим чем играет наш оппонент наш оппонент играет пока вообще в другую игру в выжидал очки ждет что я буду делать ну ладно давайте банду гоблинов скинем в атаку клетка с гоблином синхронно с бандой гоблинов ну пока пока только гоблины на поле боя давайте не будем менять традицию также гоблином ответим на гоблина из клетки принцессу на правую сторону гоблина из клетки реализуем по максимуму поэтому я даже бревно здесь отдам фэрбол отдал мой противник не очень хорошее решение то есть для меня но в принципе выгодно а у него еще и стрелы ну понятно тогда тогда окей тогда вопросов больше не имею коплю эликсир и буду атаковать с принцем и гоблинским буром по левой стороне при этом ребят гоблинский бур сейчас будет разгонять принца если они нет немножко неправильно сделал есть такой небольшой бак ну конечно он успел уже докрутиться до еще одних рекрутов тяжелая игра предстоит судя по всему но принцесска здесь себя неплохо реализует здесь ракету надо отдавать а иначе бы я не задавался у него есть еще стрелы и фэербол и все что я бы выставил он бы убил поэтому ну я думаю здесь было самое правильное решение именно ракетку отдать у него короче старая мета старая мета с королевскими кабанами к этому мы в целом готовы давайте принц все равно наткнущая скорее всего на на рекрутов стрелу он отдал отлично спасаем свою принцессу левую вышку кстати мы его забрали это прекрасно готовим ракету нет сначала готовим прикрытие принцессе уж очень она здесь хорошо будет работать и избавляемся от летучки все задефался я в целом до задефался можно переходить в контр наступление опять же с гоблинским буром и принцем банду гоблинов из серединки понятно было что он будет дефаться именно таким образом но небольшой урон мы нанесли ракету готовлю в защиту от кабанов но и победка стрелы здесь уже моему противнику не помогут для любителей бридж спамов также есть колодка с использованием гоблинского бура есть еще колодов которые бридж спам с пекой в которой таран заменен на гоблинский бур она также неплохая можете попробовать но вот эта колода мне кажется поинтереснее здесь у нас еще и повозка с пушкой которая также стала сильнее и лучше погнали поиграем вот эта колода друзьям не приглянулась больше всего во всяком случае на листе то есть глядя на состав этой колоды мне кажется что будет неплохо попробовать ей сыграть так сразу же гоблин электрический электрогигант вернее уже столько гоблинов ребят что путаешься в их названиях ну будем его дефать тем что имеется имеется к сожалению немного будет торнадо отдавать да сейчас уже точно отдаст но мы задаваемся повозочкой повозка кстати очень хороша тоже после изменения баланса зря наверное ведьмину бабку здесь выставил многовато эликсира потратил мне не буду в атаку переходить сейчас пока подожду да вот сейчас вот мой противник и допустил ошибку поэтому гоблинский бур в наступление бандитку в прикрытии ведьминой бабки ну это того стоило наверно да с учетом того что он не очень удачно варварскую бочку скинул да в целом в целом нормально все равно и у него сейчас по моему нет наземных карт защиты в руке потому что только что они у него темный принц точно точно вот такая вот память у меня ребят работает с перебоями темный принц не должен добежать поэтому варварскую бочку скидываем при этом так чтобы она еще ну да да это было печально если честно это прям вообще испортило мне настроение не хочу больше ничего записывать короче когда вот так темный принц добегает это прям неприятно ладно гоблинский бур в атаку и у моего противника кстати по моему нет гоблинского бура это позитивные новости нет ракету у и фэрбол здесь отдавать я не буду я буду спокойненько дефаться ну и здесь он что-то прям перебарщивает мой оппонент прям слишком он себя по моему поверил не ащу и громовежец выживает и гоблинский бур здесь пойдет в атаку пойдет просто наказывать за такую наглость надо избавляться от мега миньона то он не всю малину обострет всю атаку испортит поэтому не жадничаем здесь громоверца добавляем все это это победа он он зря пошел в атаку ломанулся без электро гиганта без своей главной атакующей карты не знаю на что он рассчитывал но его расчет точно не сработал неудачная по во не неудачная клетка с гоблином да елки-палки снова у меня короче тот косяк ребят не выставляются карты ну ладно хорошо хоть это не сказалось на результате игры далее у нас колода с мега-рыцарем и это очень старая метовая колода с мега-рыцарем и бочкой со скелетами в которой заменили шахтера на гоблинский бур в итоге колода стала более сильный на мой взгляд у нас и в атаке подкрепление такое существенное и в защите появилось здание по ситуации ну а теперь ребят колода с мега-рыцарем здесь просто заменили шахтера на гоблинский бур и кстати работает неплохо винрейт вы сами только что видели сразу же ведьму выставляет мой оппонент мы ее накроем либо мега-рыцарем если он перед ней что-то еще выставит либо просто примем летучими мышками экономный режим такой ну переэкономил я возможно да я ждал я ждал счет такого ребят это читалось что будет заморозка поэтому я до самого последнего момента тянул не выставлял мега-рыцаря ну и давайте посмотрим чем он будет дефаться и после этого исходя из этого выставим какие-то картишки гоблинский бур в атаку потому как мега-рыцарь нам даст много времени и позволит гоблинскому бур долететь до вышки но здесь все замечательно в целом только теперь надо думать чем останавливать орду будет он перед ней что-то выставлять нет ничего не выставляет поэтому просто копейщики неудачная ведьма очень неудачная ведьма давайте на этот раз более надежно задеваемся переходя еще в атаку но не хочется просто как прошлый раз получать урон там я слишком себя поверил многовато эликсира мой противник потратил поэтому сейчас будем начинать такую микроатаку из глубины пассивную пассивную такую прям неторопливую сначала пламенного потом посмотрим на реагирует он чем-то или не реагирует не реагирует поэтому мега-рыцарь у него было очень мало эликсира мы успели на халяву можно сказать пламенного выставить нас 4 единицы было преимущество так у него гигантский скелет поэтому гоблинский бур в атаку готовим разряд потому что я не успеваю здесь жестко получилось получилось прям жестко сейчас еще пламенного его надо чем-то контрить ну и по правой стороне у него сейчас тоже должны быть проблемы у него есть разряд но разряд полностью эту атаку не законтрит да он неплохо и законтрил ее но не более того сейчас он начинает явно хочет начать атаку склад бой поэтому гоблинский бур в защиту бочку со скелетами также в защиту разряд готовим на уничтожение орды миньонов ну и гоблинский бур в контрнаступление сожалению не успеет он во время и здесь мы уже можем спамить прям кучу кучу мелочевки разряд мой противник только что отдал и да в итоге в итоге победа ребят и жесткая победа колода прям мне вот это понравилось неплохо было место шахтера замечательно здесь гоблинский бур смотрится усиливает атаку и защиту при этом а вот эта колода уже как следствие засилия гоблинских буров в глобале ей будет очень неплохо играть против новой карты так как присутствует и валькирия и бревно и королевская почта при этом еще есть и гоблинский бур который нам уже поможет самим в атаке ну в этой колоде ребят очень быстрый цикл ничего все сразу же в атаку вот так жестко не успел я выставить гоблинский бур потому что у меня опять не сработал мой планшет прекрасный а в clash royale решают любые секунды как вы понимаете ну вот я тыкаю на экран тыкаю на экран а он не выставляется как это называется это называется издевательство ребят ладно в этой игре у нас есть шансы затащить у нас есть мортиру у нас есть гоблинский бур в общем-то готовим собственно ничего себе давайте агрессивно мортиру выставим эта колода создана для того чтобы контрить как раз таки новую карту здесь у нас есть и валькирия и клетка или королевская почта в общем все необходимое чтобы справляться с новой картишкой и собственно в этот раз все получилось очень неплохо давайте перейдем в наступление огненная лучница напрягучая но я сейчас валькирия развалит потому что противник будет вынужден выставлять свою вальку защиту от гоблинского бура да дойдет ли валька дошла но урон не нанесла печальненько все это теперь кручусь до мортиры потому что надо дефаться от хога нет а хога то и не будет будет гоблинская бочка ладно сделаем шаг назад подождем сейчас стабилизируется ситуация и ладно валька валька с переходом марс мортирой в атаку добавление мушкетеров прикрытия мортире блин ладно яд придется здесь отдавать до вальки крутимся задепался нормально мортиру наступление скелетиков прикрытия от теслы мушкета в добивание теслы и короче здесь уже должно быть неплохо успеет почта не успевает это плохо это отвратительно смотрим куда гоблинский бур прилетает прилетает он сюда так надо атаковать нам с гоблинским буром королевскую почту на этот раз защиту и бревно придется в защиту отдавать ребят мортиру ничего не могу сделать у него жесткая контра просто очень жесткая контра так ну что ж готовимся к защитке очередной защитки при этом мортиру в защиту на этот раз ну и вот здесь переходим в наступление ребят я буду отдавать прикрытие гоблинскому буру валькирию защиту и здесь я камбэк ну сейчас я чувствую я чувствую ребят пахнет камбэком да отлично мортиру в защиту опять нам нет никакого смысла идти в атаку жестко потому что потому что у парня нет кстати тяжелого заклинания нет у него вообще никакого по моему заклинания мы поэтому марте этот гоблинский бур в атаку и это должна быть победа давай стрельнет мушкет стреляй огонь победка ну и напоследок ребят снова колода с мега рыцарем и очень жестким байтом на легкие заклинания то есть с выманиванием у нас здесь есть летучие мыши армия скелетов гоблинский бур стенобой все эти карты требуют от противника легкого заклинания если таковой имеется в его колоде ну и финальная колода финальная игра ребят со стенобоями то есть тут у нас двойная атака это и гоблинский бур и стенобой при этом прослеживается байт на бревно на легкое заклинание и ко всему в это добавляется еще и летучие мышки плюс армия скелетов так смотрим будет чем он тормозить мою атаку мега рыцарем понятно так давайте мушкетер мне тоже надо мега рыцаря выставлять иначе будут проблемки опа вот этого я не ожидал сожалению у него пламенный дракон который быстро моего мега рыцаря контрит но что он будет сейчас сделать по правой стороне армию скелетов надо чем-то отвечать на это принц отличный ответ на армию скелетов просто прекрасно видим у него вообще все было очень плохо и не было еще более подходящего еще более неподходящего вернее ответа ну для меня это в любом случае отлично урон я занес так давайте разряд скинем не хочу гоблинским буром атаковать потому что сейчас он просто на это сможет ответить я не знаю блин чуть пониже я хотел поставить опять заранее выставились у меня картишки но это собственно уже ситуация привычная ну многовато парень эликсира потратила я рановато принца выставил и поэтому ну принц сейчас добежит он а у него тоже армия скелетов понятно и на бою у него колода помедленнее до одного стенобоя убил но этого недостаточно дружище армия здесь задеваемся с летучими мышками и вот здесь перехожу в наступление с новой картишкой плюс еще добавляю стенобоев в атаку и должно получиться неплохо я уже чувствую этот запах неплохой атаки ладно мушкета я уже не успеваю спасти хок ничего не смог сделать в этом наступлении слушайте ребят очень крутая колода на самом деле мне вот она сейчас очень нравится ей прям комфортно играется не знаю либо против этого противника либо реально колода неплохая давайте сюда гоблинский бур для защиты мышек чтобы наш мушкетер выиграл эту дуэль и победка но на этом будем заканчивать надеюсь вам понравились эти колоды друзья и это видео спасибо за просмотр и до новых встреч всем пока